Привет, парни, привет, девчата! С вами Виновь Виталий. Продолжаю разговаривать об успехе, о самопознании, о саморазвитии. И сегодня мне бы хотелось вот в эту линеечку о мировоззрении внести, внести, так встроить в ваше и в свое собственное мировоззрение важные-важные параметры. Мы в предыдущих видеороликах говорили о чувствах, об эмоциях, о желаниях, о хотениях, о вдохновении, о мотивации, о принятии решения. Это важные этапы формирования мировоззрения. Но дальше мы должны продвинуться, разбираясь в чувствах и эмоциях, ответить на вопрос, что такое чувство и что такое эмоции. Этот вопрос такой, как бы риторический даже говорят так, но тем не менее в нем много людей тонут в этом вопросе, скажем так, тонут в вопросе, что такое чувство, что такое эмоции. Это очень тема сложная для нас. Мы в этой теме плаваем, не уверены такие, потому что эта тема очень важная. Она влияет, она является причиной последующих следствий, которые влияют уже непосредственно на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо разобраться, что такое чувство и эмоции. Меня касается простое и ясное понимание, что такое чувство и эмоции. В моей интерпретации, в моем таком мировоззрении. И я этим мировоззрением хочу с вами поделиться, чтобы у вас также сформировалось в этом мировоззрении свое понимание, что такое чувство и эмоции. Итак, я прямо скажу, что такое чувство и эмоции. Нарисую табличку простую, достаточно. Когда мы говорим о чувствах, это, как ни странно, наши отношения между нашим собственным умом и собственным сознанием. Более того, в данном случае мы даем имя собственное ум и сознание, как существительные даже, так понимаете. То есть, существа такие отдельно, между ними образуются отношения. И эти отношения мы ощущаем в себе как чувства. Это как элементарно мы можем пояснить для себя, для примера. То есть, наше восприятие умом, с помощью ума. То есть, как мы делаем с помощью умом восприятие. То есть, когда мы наши органы восприятия, наши глаза, уши, вкусовые ощущения, тактильные ощущения, мы относим на второй план. На первый план выдвигаем свои собственные умственные соображения по поводу непосредственно той ситуации, которую мы видим, или ощущаем, или слушаем, и так далее. Когда мы непосредственно включаем ум, то мы создаем именно отношения ума и сознания. Такое отношение мы ощущаем как чувство, то есть, отклик такой. Отклик внутри себя, как та или иная ситуация, те или иные слова, те или иные впечатления сразу непосредственно воздействуют на наш ум. Как только непосредственно воздействуют, на наш опыт, на наше мировоззрение, на наше убеждение, на наше понимание какое-то непосредственно воздействуют, то у нас образуется отношение между умом и сознанием. То есть, ум говорит, что-то не так в твоем сознании, или наоборот, начинает анализировать эту ситуацию сознательную. И мы ощущаем как чувство Такое глубокое чувство Какое-то волнующее чувство Или успокаивающее чувство и так далее То есть мы скажем так Что чувство это Отношение между умом и сознанием С эмоциями то же самое Но в этом случае Мы будем говорить о том что Эмоция это связь То есть между умом и сознанием Образуется связь И вот эта связь Проходит через наше тело Через наши нервы Через наше восприятие Все проходит Она как бы создает Команду такую В нашем биохимическом процессе Нервных импульсов Между умом и сознанием И тогда По этим каналам По этим нервным связям Мышечным связям Проходит какой-то импульс Вот этот импульс мы ощущаем Как эмоция И мы ее можем сразу выразить Она у нас непосредственно На нас влияет Нам радостно Нам весело Нам грустно И так далее То есть это эмоция Она То есть вот эта связь между сознанием и умом Запускает процесс Внутри вас А вы совершенно не можете управлять Этим процессом Вы можете Сразу На него как-то Непосредственно Откликнуться То есть Вы можете Прыгать там Прыгать Начать прыгать Начать руками махать Начать танцевать Или наоборот Ваши плечи вот так Голова вот так И вам грустно Да Стала Походка ваша такая Неуверенная Стала Благодаря тому Что эмоция на вас Непосредственно повлияла На ваше тело На вашу физиологию На ваше дыхание На ваши речи И так далее То есть Здесь ведущим В эмоции В связи между умом И сознанием Велять сознание Потому что Наше сознание Непосредственно Реагирует На Органами восприятия То есть Наши опять Уши, глаза Наше Тактильное Восприятие Наше Остязание Обаяние Как говорится Да Оно непосредственно Влияет на наше сознание Здесь ум не участвует Ум не участвует Ум как бы в стороне Он где-то на заднем плане находится А Информация Восприятие Изображение Звук Какое-то Прикосновение Похлопывание Или еще что-то Какое-то Аудио Визуальное Воздействие На Мои Органы Чувств Сразу Влияет на мое сознание Сразу Непосредственно И Запускает Процесс связи Между умом И сознанием Процесс связи То есть Как бы Эта такая мембрана Скажем Мембрана Походит Такую Мембрану микрофона То есть Непосредственно Звук влияет на Мембрану микрофона Мембрана Колеблется И соответственно Электромагнитные изменения Происходят И так далее По проводам Пошел Пошел Электрический Там Импульс И который потом Преобразуется В звук Так То же самое Здесь Такая же Мембрана Наше сознание Оно Непосредственно На него Влияет Какое-то Внешнее восприятие Внешнее Раздражение Наше восприятие Это трансформируется И Доходит До ума До ума В конце Доходит До ума Который Который Так это Воспроизводит Как бы Своё собственное Мнение У него уже На втором плане Он такой Говорит Вау Он впечатлен Вау Каким-то Восприятием Так вот Это будет Эмоция Это будет Связь Между Умом И сознанием И Теперь мы Будем Ну примерно Скажем так Считать Что вот это Это за основу Возьмём Тогда в нашем Мировоззрении Пробел Вот эта дыра Которая Отсутствует Дыра Что такое Чувство Эмоции Она заполняется Возможно Это Не совсем Точная Формулировка Возможно Она неправильная Возможно Есть другая Интерпретация Другое Ваше мнение Какое-то Что такое Чувство Эмоции Безусловно Вы должны Найти в себе Это определение Своё Как вот я Своё Нашёл определение Я такое определение Сделал И в моём Мировоззрении Эта пустота Эта дырка Как говорится Закрылась Закрылась Теперь На неё Можно строить Что-то ещё Строить К ней Можно Следующий Пазл Приклеивать А следующим Пазлом Будет Что у нас Что важное Определение Будет Следующее Следующее Из определений Которое Нам необходимо Докопаться До причины То есть Наша задача Всё время Искать Взаимосвязи Взаимоотношения Где находятся И Из этого Мы видим Что нам Необходимо Узнать Или Определиться Заполнить Этот пазл Пустующий Это Что такое Ум И сознание Теперь Следующим Пазлом Нашего Мировоззрения Картины Мира Это Понятие Что такое Ум И сознание Это Важное Понятие Которое Необходимо Нам В нашем Мировоззрении Определиться Возможно Это неправильное Определение Возможно Другие Такие Метафизические Эзотерические Философские Психологические Научные Термины Есть Что такое Ум и сознание Но нам Нам важно Просто И ясно Просто И ясно Это важно Потому что Жизнь С нами Общается На простом И понятном Для жизни Важна Простота И ясность Поставленных Целей Задач Хотений И так далее Простота Открывает Прямой И ясный Ясный Вам Диалог С жизнью И для этого Вам картина Мира Необходима Также должна быть Заполнена полностью Вся мозаика Сложная Даже Это определение Может быть Неправильное Но они ясные И понятные Вам в настоящий момент И как вот мне Сейчас ясно И понятно Что такое Ум И сознание По моему Определению По моему Мнению Возможно Неправильно Я не собираюсь Навязывать вам Это мнение Но вы Услышали Это мнение И у себя Постарались найти Тоже Своё Определение Что такое Ум И сознание С вашим Вашим Мировоззрением Это важно Иметь Эти Понятия В этой мозаике Складывать Картинку Итак В моём Мировоззрении Ум Это Присутствие Человека Человек Есть Присутствие Человека А сознание Соответственно Это Отсутствие Человека Человека Нет Это Очень хорошо И очень просто Понимать На простых Примерах То есть Когда Вы Заходите В помещение Какое-то Или какое-то Пространство Или ещё Куда-то Передвигаетесь В первый раз То Ваше первое Впечатление Это Отсутствие Человека Ваше сознание Наполняется Новыми Образами Новыми Картинами Новыми Какими-то Звуками Впечатлениями И Вы Видите Всё В общем Вам Это Говорит Вау Или Ах Или Наоборот Это Вас В грусть Привело Печаль Да Какая-то Картина Вот Но Это Отсутствие Человека Вы Не Ассоциируете Ничего С Сознание Тогда Когда Отсутствует Человек То есть Вы Вышли В лес Пойдете В природу Там Нет Человека Нет Человека Там Деревья Ягодки Животные Бегают И так Далее Вы Не Ассоциируете Никакие Внешние Впечатления С Человеком А Когда Вы Зашли В какое-то Помещение Или Пришли Куда-то И Увидели Что Да В лесу Допустим Эту Тропинку Уже Тропинку Натоптали Люди То есть Вы Ассоциируете Это С Человеком Соответственно Это Вы Делаете С Помощью Ума То есть Ум Это Присутствие Человека Или Вы Ассоциируете Думаете Ага Вот Это Кресло Вот Мебель Вот Это Сделал Дизайнер Это Сделал Плотник Это Сделал Краснодеревщик И так Далее То Вы Начинаете Ассоциировать В Действия С Человеком Уже Конкретно То есть Тогда Проявляется Ваш ум И ум Становится Присутствием Человека Таким Образом Между Отсутствием И присутствием Человека Создается Эмоциональное И чувственное Понимание Аж То есть Мы понимаем Что Чувства И эмоции Это Присутствие И отсутствие Человека В отношениях И связях Между умом И сознанием Такая Кажется Сложная Конструкция Но тем не менее Она очень простая Понятная Что Ум Это присутствие Человека А сознание Это его отсутствие То есть Когда Я иду по лесу Часто гуляю По лесу И Я вдохновляюсь Там Вот этим Лесом Перевозданным Это природой Оглядываюсь Но Когда я смотрю Све под ноги Я вижу Что Эта Тропинка Искусственно Сделана Искусственно Техника Прошла Какая-то И Люди С лопатами Прошли И сделали Тропинку Я понимаю Что здесь Будет человек И включается Мой ум Правильно А когда я На тропинку Не смотрю Смотрю Вокруг То Мое сознание Включается В первую очередь Таким образом У меня Становится Такое Переключение Ум Сознание Ум Сознание То есть Первое Ведущим Становится Сознание Потом Ум И так далее Итак Друзья Много словем Сказал Сказал О чем О том Что в нашем Мировоззрении Должны быть Такие пазлы Важные Определение Понятия Что такое Чувства И эмоции Что такое Ум И сознание Чувства И эмоции Колоссально важны И я об этом Говорю О том Что вкус Жизни Именно Ощущается В эмоциях И чувствах И эти эмоции Чувства Для того Чтобы они были Зажигались Для того Чтобы они Додавали нам Страсть И жизни Они должны быть Упорядочены В моем Уме И сознании Чтобы они Не путались И не путались Друг друга Чтобы они Между собой Правильно Состыковывались Не конкурировались Друг с другом А создавали Именно те Отношения И связи Которые Запускают Во мне Правильные процессы Здоровый процесс Скажешь Полезные процессы Эффективные процессы И результативные процессы То есть Я Настаиваю На том Что Вот эти слова Эти слова Надо применять Ко всем Аспектам Своей жизни Эти слова Дают нам Результаты Эти слова Дают нам Поощрение Добиваться Этих результатов Ладно Друзья Пока С вами был Виталий Пишите Звоните Обращайтесь Буду рад вам помочь По поводу Вкуса жизни По поводу Мотивации Вдохновения Выстроить Ваше Грамотное Принятие Решения Всем пока Пока Субтитры Субтитры